Защитный шлем, хорошая погода и двухколесный друг. Казалось бы, что еще нужно для хорошей велопрогулки? В Гродно у всех приверженцев экологически чистого транспорта теперь появилась возможность кататься по гладкому асфальту освещенной новой велодорожки, ориентируясь на дорожные знаки и указатели. Ее официальное открытие состоялось в выходной субботний день в Пышках. Также здесь презентовали новый веломаршрут, который связал Гродно и литовский райгардос. Сегодня мы открываем велосипедную дорожку и велосипедный маршрут. Велосипедная дорожка у нас пролегла по живописным местам лесного массива Пышки. Протяженность дорожки составляет 5 километров 160 метров, из них 1600 современным освещением. Ну и велосипедный маршрут, который здесь стартует в Пышках и проходит по территории данного лесного массива, по территории нашего Гродненского района и заканчивается в Древний Райгород, то есть фактически на границе с Литовской Республикой. Велосипедный маршрут составляет 48 километров, сделана полностью маркировка, разметка, грунт естественный, но пригоден для передвижения на велосипеде. Также сделано два остановочных пункта. В день открытия первыми на велодорожку выехали дети. Затем уже взрослые стали участниками символичного велопробега и лично испытали благоустроенный 5-километровый маршрут. Обустройство велодорожки было сделано в рамках проектов трансграничного сотрудничества Литва-Латвия-Беларусь. Мы в этом году реализовали два проекта трансграничного сотрудничества с литовской стороной. Благодаря этому у нас здесь в городе Гродно и окрестностях появились дорожки, фактически общей протяженностью 100 км. На мой взгляд, это большой вклад в развитие активного отдыха, в развитие физической культуры и спорта. И не только это дорожки, но сегодня маркированные маршруты уже фактически в общей сложности 14 остановочными пунктами. То есть все сделано для того, чтобы туристы могли отдохнуть. Что же касается дальнейшего развития велотуризма, сейчас ведутся переговоры с польской стороной. Она поддержала идею соединить Гродно и город Августов веломаршрутом. Вероника Цыганок, Новости Гродно+.